Йоу! Всем привет, братья мои и сестры, друзья мои, подружки. В этот вечерочек, или у кого-то ночечек, или у кого-то денечек, я разгуливаю по своему гаражу и думаю о том, что было вчера у меня в фантазнофобии. И знаешь, почитал я твои комментарии. После того, как мы с тобой поохотились на несколько привидений, я понял, что чего-то не хватает в этой игре. И мне ребята написали, значит, что есть другая локация, которая типа больницы или что-то типа того, большое-большое-большие помещения, где там, говорит, тебе отец, будут ебать очень жестко. Значит, мне ребята такое написали. И так как я не из трусливых, я решил проверить эту локацию. Поэтому сегодня мы с тобой пойдем на другую карту и попробуем там поймать полтергейста. Надеюсь, ты готов. Как бы мне игруха понравилась, я хочу осмотреть все здесь в ней. Будем осматривать. Поехали, поехали. Че здесь за хуйня происходит? What the fuck is going on here? It's a Christian server. Don't... Don't fucking swear. It's a Christian server. It's a day already. Блядь, я на чё на вечеринку пришел, блядь? Это че за хуйня, блядь, здесь нахуй творится, блядь? Я пришел в horror играть здесь в лобби 17 из 4. Что здесь творится? Что? Господи, я пришел на искать лобби в хорошее помещение, чтобы пугаться. Ребят, я пойду на еду, нормально, как он чувак обосранный смотри. Ха-ха-ха, эти верщики я угораю, блядь. Ёб твою мать. Здесь нужно... Верщики-то вообще рады, что такое, блядь. Жены гоня. Ёбаный диатор. Присел на говно. Ну, то есть мы, как бы, можем начать в 17. Это че, бак игры что ли? Ладно, короче, ребят, пошел искать нормальную комнату. О, ви арман again, hello. О, ви арман again, hello. I'm here. Ну, я, ну, я, ну... Ладно, пошел я, все. Короче, ребята, нашел я русских ребят, значит, на русском сервере. Ребята согласились мне открыть карту психушка. Вот. Ты меня слышишь, братишка? Да, слышу. Че, можешь рассказать что-нибудь про эту карту? Че здесь происходит? Какие здесь демоны? Почему она страшная? Страшно она, потому что, когда заходишь внутрь, у тебя в ушах такой гул стоит, тебе уже страшно становится. А, короче, раз суток, типа, быстро падает, да, и начинаются глюки. Типа такого мне говорили про эту карту. Типа того, да. Ну, сейчас все посмотрим. Желательно вообще лучше начинать с маленьких карт. Не, я просто захотелось, мне понимаешь, жесткой ебли. То есть вот прям... Ну, сейчас мы тебе ее устроим. Ха-ха, спасибо. Сейчас берешь, смотри, рассказываю, чтобы найти демона. Берешь термометр, видишь, такой, окей. Ага. А это я знаю, радар. Да-да-да. Радар, радар. Радар берешь. Радар-то где? Да. Вот, и МФ такой радарчик беленький. А, это было, блядь. А, это я уже взял. На второй полочке. Да, вот. И берешь себе фонарик, только сильный. Не на второй полочке, а нижний, который я купил тебе. И идешь и ищешь. Но желательно пока термометром пользуйся, чтобы понять, где маленькая температура, и найдешь, короче, демона своего. Должна быть температура очень низкая, да, в помещении, получается? То есть, чтобы призрак... Ниже 10 градусов. А откуда мы знаем, что это демон или не демон? Мы же не знаем пока, что это за тип призрака. Ну, вообще-то просто, типа, привидение какое-то. А потом будем догадываться, что это, смотря на улики. А, понял, охуенно. Ну, я бы взяли два блокнота, а угли. Ладно, я один выкину. Так, еще на голову хуйню, короче, можно такую, ребята, надевать. Дальчик ТС, трасса, 8,0. А ты сейчас говоришь по рации, да, просто тебе так слышно, прям через жопу? Да, это через Б нужно говорить, когда очень далеко от команды. А с призрака вызывать, когда, вот, допустим, по имени, нужно по рации говорить или прям в микрофон, который мы сейчас разговаривали? Не обязательно, можешь просто в микрофон говорить, даже вот не с нами, а просто в микрофон говорить. Оно абсолютно везде слышно. И призрак тебя слышит тоже, да, и распознавание речи работает? Да, 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 да. Короче, демона зовут Нэнси Гарси. Короче, найдете, кричите ей в уши, мол, типа, обходи, показывайся. Все, понял, видишь, ребята мне объяснили, то есть, как бы, понял, пацаны, понял. Блядь, это страшное, типа, место, типа, психушка, типа, здесь ебут. Нэнси, ебаный рот! Блядь, ну, а мне говорили, что так нужно делать. Ну, мне громко не надо кричать. Ладно, громко не будем кричать, блядь, ребята не хотят, чтобы я громко. Вообще, для начинающих очень сложная карта. Не советовала посначала. Блядь, это все карты, ты просто идешь и ищешь по комнату, и все. Так, ладно, хорошо, ищем Нэнси. У нас есть с тобой большой фонарик. Так, знаешь, датчик нужно включить. В туалете ничего нет. Пошел искать. Ты один хочешь? Да. Они, блядь, входят. Ну, иди налево, я подожду тебя. Включаю датчик. Пацаны любят пиздеть, я вижу. Я от входа пошел налево. Так, хорошо. Здесь мокрый и влажный. Бля, мне нравится. С тебя фонарик, а я буду пытаться, знаете. А мы никак. Мы помочь друг другу никак не сможем в случае чего, да? То есть, если кого-то пизданут, то пизданут. Короче, есть лайфхак. Если на вас охотятся, то есть, допустим, как это можно определить? Начинает мигать фонарик. Вот. Как только это дело начинает происходить, просто прячьтесь в любую комнату, закрывайте дверь, выключайте фонарик и сидите в углу. Все, принято. Термометр есть? Да, да, я взял. Термометр сейчас 19 градусов на термометре показывает. Бля, это охуенная игра, я не могу, я так-так с нее тащусь. 17 градусов. Ну, если ты берешь что-то другого, да, нажимаешь на английскую, и у тебя работают какие-то фонари. Бля, братишка, ты будь со мной, ладно, а то мне страшно. На нем же жопа трясется, блядь. Это ты сейчас со мной разговариваешь? У тебя очень тихий голос. Не ты? Братан, ты сейчас пиздишь? Вообще я хотел нам профессионально поиграть, но, блядь, что-то не выпало, но тоже среднего уровня сложно. Блядь, ладно, пойдем. Там кто-то видишь, что-то кому-то рассказывает, нахуй. Чекаем, блядь, мне страшно, нахуй, 17 градусов. По прибору, по прибору все окей. По прибору все окей, по прибору все в порядке, блядь. Ребята, ну это охуенный хоррор на самом деле, блядь. Я просто, знаешь, испытываю эмоции, когда в него играю. Здесь 50 помещений, неизвестно где призрак. Мне про эту карту говорили, но это карта типа для профессионалов, да? Напиши мне, что думаешь по этому поводу. Вы просто пропали. Сейчас я чувствую, у меня ебало разобьют. Я буду первым, кто откиснет. Если рассудок слишком теряется, то все будет плохо. Откроем здесь. Термометр. 16 температура. 16,2, 19. В этом помещении чисто. Ты с собой термометр брал? Нет, у тебя термометра нет, братан? У братишки нет термометра. Так, знаешь, что... Братан нам освещает все, мы с тобой по датчику будем проверять. Нэнси. 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 Загрёшь, будто она собака какая-то. Ну, бля, а кто она, хуй его знает? На Б, говори, пожалуйста. Так, я сижу тебя. На Б английскую жмешь, чтобы ты врат поговорил. Это далеко. Но я понял. Но я же не вам говорю, Нэнси, блядь. Я ей говорю. Блядь, аду и как будто я с ними разговариваю. Нэнси, блядь. Нэнси, хуй инси. Ну, значит, Нэнси пока никогда не хочет появляться. Да, никого трахать она не собирается, насколько я понимаю. Все у нас идет планомерно. То есть мы проверяем комнаты, проверяем температуру в этих комнатах. Здесь есть какие-то щитки еще. А вот эти вот щитки, электрощитки, это что такое? Нахуя они нужны? Свет подать? Ага, понял. Но мы осветить всю психушку не сможем, да, в любом случае? Нужно просто включать свет везде и сможем осветить. Слушай, охуенно. Это... Пробки выкиданы. Лучше тогда включать в помещениях свет, чтобы не было проблем у нас. Так, здесь нихуя. Щиток мы с тобой нашли, центральный, получается. И теперь, видишь, можем везде кликать. Все очень грустно. Ничего страшного, выбрали карту, будем искать. Да, ничего страшного, блядь. Тиньте. Опа! Перегорел. Перегорел, да? Ага. Нэнси, не прячься, нахуй. Перегорел освещение, охуенно, прикольно, сделано. Пока все тихонечко, пока все аккуратненько. По датчикам ничего не показывает, температуры низкой нет. В комнате нихуя, ни в одной. Мы все проверили, абсолютно. Так, а вот это что за помещение? Так, здесь у нас нету. Вот есть светильник, есть светильник. Не работает. Все, света нету, блядь. Нэнси. Нэнси. Никаких, блядь, признаков жизни, призрака нету вообще. Кстати, чтобы она как-то откликнулась, нужно назвать себе полное имя. Окей, какая у нее полное имя и фамилия? Ну, Нэнси, что-то там надо будет загонять, посмотреть еще раз. Блядь, ребята, ты бы сказал сразу, я бы тогда просто Нэнси не звал. Ох, здорово, пацаны. Пошли вниз, все, проверили. Полное имя и фамилию кто-нибудь... Фамилия, сзади, сзади, сзади. Вот здесь. Полное имя и фамилию кто-нибудь знает? Запомнил? Да хуй знает, нет, мы уже забыли все. Блядь, полного имя и фамилии мы не знаем. Нэнси Гарсия. Кто здесь топает? Ребят, здесь есть кто-то у меня топает, кто-то. Ребят, у меня кто-то внизу топает, топает, как будто такой топот. Топ-бук, топ-топ. Слушай, а галлюцинации же должны при потере пара сутка начаться идти? Это звуковые какие-то еще, визуальные? Возможно, тень появится или еще что-то. Нэнси. Говорю сразу тебе, просто не понравится и все. Принял. Мы можем просто карту поменьше взять и все. Сейчас, сейчас, сейчас. Блядь, ну это уже вызов принят, как-то надо найти, блядь. Надо найти, согласен, вызов принят. Че, блядь, че ссыковать-то сразу в лобби? Сейчас топ-1 возьмем, поедем. Сука. Ну смотри, пока... Фонарик замигал! У меня тоже. Нэнси Гарсия! Нэнси Гарсия! Нэнси Гарсия! Он продолжает мигать, но... Все, вот, есть, есть наводка. Это левое крыло, дальше от кубона. Вот кто-то здесь, иди сюда. На левом. Вы шаги слышали? Нет. Вот, 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 вот шел, я, короче, к нему фонарик начал пристать. Так, ну, это не важно вообще, типа, нужно услышать шаги, чтобы понять, откуда нашла. Скорее всего, даже не здесь. Вот, вот, там же мигал фонарик, идите сюда, я сейчас покажу. Вот, вот, там у меня мигал вообще жестко. Да, давай, вот, смотрите, я шел, сын... Фонарик мигал везде, по всей карте, потому что это был режим охоты от нашего друга. А-а-а, я понял. На нас охотились просто, вот поэтому. Вы идете обратно, я там все опускал. Так, нахуй. Снова фонарик замигал. Я слышу какие-то шаги. Братишка, скажи мне, что ты рядом. Да, я рядом. Бля, меня очкова. Все. Уже не охотятся. Я слышу шаги, это, короче, где-то здесь. Где-то здесь, это где? Здесь, это где-то. Где-то, ну, здесь, где-то. Потому что шаги я слышу только отдаленно. Я слышал отдаленно, вообще далеко от нашего места, по крайней мере, где вот мы находимся. Ну, там, где мы были, я там вообще шагов не слышал. Поэтому где-то здесь надо смотреть. Будет снова атаковать, будем пытаться найти что-то, какие-то зацепки. При атаке не стоит напоминать имя ее? Упоминать. Да, вообще, вообще, когда атакуют, нужно замолчать. Потому что может услышать, и прийти... Опа, да. Нэнси. Гартия. Она атакует вы, че? После моих слов. Замигал фонарик. Не, она не здесь. Вот она! Вот она, ребята, здесь была. Прямо здесь, в проходе. Все, она здесь. Ищем, короче, где-то в этом районе. Ищем. Блядь! Блядь! То есть, она откуда-то идет. У нее есть определенная траектория, по которой она ходит. Ну, смотри, она сейчас подошла в упор к нам. После того, как я сказал ее имя. Нет, просто повезло, что она не убила сейчас никого. Нэнси, ты фиггет! Камер, бич! Нэнси Гартия. Она спавнится и куда-то ходит. Вот. Это так это работает. То есть, нам нужно найти комнату. Где она обычно вот находится. А та комната, в которой мы были, не подходила нам? Нет. То есть, мы эту шаги не слышали изначально. Ну, вот вы слышали же все топот, да, громкий этот? Когда она появилась? Был, был топот, был, был, да. Но мы должны сначала слышать и очень громкий. Прям очень, прям будто рядом идет. Но у меня были такой, как по бочке прям. Бам-бам-бам. Зайдите. Слышишь? Она в режиме охоты, блядь. Она в режиме охоты, она будет. Выключить фонарик, сказали. Подставить всех. Она, она у двери стоит. Так, это было рядом сейчас. Прямо вот здесь, в коридоре. Да, это было очень рядом. Опа, это здесь, отлично. Это здесь? Да, это здесь. Где вы? Нэнси, нэнси, дай мне сигнал, нэнси, мы здесь. Дай мне сигнал. Нэнси? Нэнси Гарсия? Все, мы нашли это место, блядь, пиздец. Вон она. Блядь. Она здесь. Она берет меня. Блядь. Блядь, она взяла меня. Почему, сука, меня, не ребят моих, блядь? Почему опять меня ебут в игре? Чао, Нэнси, говорят, блядь. Пацаны сдались. Я эти карты ненавижу. Я их в основном не играю вообще. А, ну вот видишь. Я бегу только по домам и по фермам. Все. Я могу в школу пойти. Там намного проще, чем здесь. Я пацанов попросил. Я пришел на эту карту. И меня, только меня, выебал призрак. Ты понимаешь, ребята решили уехать, потому что, блядь, не нашли. Нэнси больше не выходит на связь. Что бы они ни делали. Не расставляли оборудование. Ни еще что-то. Меня. Я попросил, ребят, карту. Ребята, меня отозвались. Мы поехали на эту карту, значит. Меня выебал призрак. И они уезжают. Охуенно. Че, Шим? Давай съездишь? Съездим, блядь. Шима с Шимом приехали, блядь. Че, мне там вылезло, нахуй. С Симом приехали, Шима выебал призрак, и они уезжают домой. Охуенно. Пацан. А я. Нэнси. Пацаны. Нэнси. Так, значит, новая карта. Новые приключения, как говорится. Узнаешься. Там выебана. Ладно, давай попробуем еще с пацанами сыграть. Так. Так, значит. Забираем сразу. Да, вот это будет попроще. Так, берите там датчики все. Я такой же точный сетап беру, короче. Да, правильно. Это фермерский дом, да, типа? Да. Ой, имя интересное. Кеннет Джексон. Как зовут? Кеннет Джексон. Смотри, ну типа в конце кейдж, ну, ну, я думаю, ты знаешь, как это читается. Кеннет Джексон. Кеннет. 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 Не с. Окончание в именах не читается. Кеннет. Там Кеннет. Вообще, идея и что, ладно, как скажешь. Ну, ну, в окончании, оно не читается, как Ф. Как скажешь. Так, ладно, хорошо, давай проверим. Оба-на, кролик, смотри, бля, криповые места, охуенные. Обычно в этих комнатах появляется подруга. Кеннет Джексон нас теперь интересует, да? Ну, та карта, мы там очень долго бегали, на самом деле, ребята. Поэтому. Тринадцать температура. Пятнадцать. Кеннет. Кеннет. Кеннет Джексон. Кеннет Джексон. А в спальне с кроликом нихуя, походу. Шестнадцати шесть, тринадцати один, опять температура упала. Ладно, идем дальше. Здесь тоже, ребята, чекнули. А дом двухэтажный? Так, а это здесь. Это было где-то здесь. У меня было пять градусов. Было пять градусов. Второй этаж, да? Это наверху, да. Где-то было здесь. Возможно, это ближе к двери в этой спальне, окей? Да, это здесь. Минус температура, бой сейчас. Один градус. Есть. Нашел кость. Ничего не делаю. Так, в кость нужно сфотать, хорошо. Два градуса, это здесь. Мы нашли комнату. Так, теперь мы с вами что делаем? Берем две-три камеры. Минус один. Ставим в комнате. Ага. Для чего? Чтобы найти, короче, ауру эту вонючую, нужно с трех ракурсов поставить. Хорошо, теперь пойдем камеры установим. Все, я понял. Так, ну это веселее. Это карта реально значительно быстрее. По психушке мы ходили. Просто лазили пиздец, как, а здесь уже все окей. Нормально, нормально, нормально. Это я понимаю, блядь. Это я понимаю приключения. Блядь, на старой жизни блевает свой старый пердак грей в таких играх. Пишите, что думаете вместе с ней. Так, значит, берем. Берем, 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 берем. Датчик у меня с собой, пацаны, есть один. Бля, я нихуя не вижу. Блядь. Сейчас. Хуй знает, как туда попасть. Так, значит, это здесь. Подсвети, братишка, нихуя не видно. Свет здесь подать можно в этом доме как-то? Да, нужно найти генератор. Блядь, я вот так поставлю. Я, по-моему, знаю, где он. Сейчас буду включу его. Так, поставил камеру, включил. Книжки не чинины, нарисовали пока? Нет. Так, первая улика, это температура маленькая. Она уже у нас зафиксирована, да? Да, да. То есть нажимаешь J и кнопочку, и там выбираешь. Призраки, введение, охота. Так, а эта пизда где-то здесь ходит по-любому. Первая улика. Телефон? Что, блядь? А, ну закрой пока дверки, я хочу поговорить. Дай я поговорю, пацаны. Оставьте меня одного. Я люблю, когда меня трахают в хоррорах. О, да, мой. О, мой. Кенед Джексон. Кенед Джексон. Ответила рация, да? В чем? Рация ответила. Кенед Джексон. Так, ну это у нас spirit box. Короче, там у вас... Кенед Джексон. Дым, дым, пар изо рта, пар изо рта. Это уже все. Вон он, он тебе сзади, сзади. Сзади? 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 Короче, он отвечает на рацию. А в блокноте он ничего не пишет. И почему-то датчик не работает. Хорошая температура... Температурки и... Опять пар, опять пар. О, череда, хорошо. Блядь. Кенед Джексон. Надо фотоаппарат. Надо фотоаппарат. Блядь, нужен фотоаппарат. Нужно за фотоаппарат. Блядь, я в велосипед застрял. Братишка, тебе нормально там? Ты типа так спрятался? Блядь, здесь пар. Че, теперь нам нужны фотики или че? Я там камеру в угол установил. Какие сейчас действия? А, пацаны? Пацаны, какие действия? Меня слышно? Так, знаешь, сзади меня был призрак, нахуй. Чуть меня не съели. Так, ну давай возьмем фотик. Давай возьмем фотик. Так, этот фотик мне не нужен. Мне нужен вот этот фотик. Это фотик с... А, это фотик с этим, да? Это фотик уже со съемкой. Что нам нужно? А вот это что такое? Outdoor. Датчик, я не знаю, нужен он или нет. Вот это что такое, блядь? Хуй, сейчас пацанов все разберу. Я не знаю, что это за залупа, блядь. Но я ее возьму себе в руки. Я не знаю. Может быть попробовать... Блядь. Ну не знаю, может быть вот эту попробовать взять. Хотя в прошлый раз-то мне нихуя не помогло. Ну если меня сейчас въебет, это игра все. Короче, все, пора ебаться. Пора ебаться с призраком. Пора ебаться с призраком, ребята, блядь. Это уже не шутки, мы встретились в марш. Ну слушай, ну это интересно, здесь меньше комнат. И здесь мы можем начать приключения. Кайна с Джексом. Позарься, ну короче, я буду сфотографировать. Держу на звонок, в знакомках. Пошли. Кеннет Джексон. Кеннет Джексон. Кеннет Джексон. Кеннет Джексон. Дверь открылась сама. Дверь открылась. Да это хуйня. Как-то хуйня, блядь. Дверь открылась. Тень! Тень! Все, у нас есть его фотография. Теперь что нужно? Да, так, на берегу нужно. Следы нужно поискать. Он здесь был, вот у этой стены. Вот у этой стены. Вот у этой стены. Блядь, он до сих пор с нами разговаривает. Блядь. Он до сих пор здесь. Он до сих пор здесь. Кеннет Джексон. Следов нет, в блокноте не пишет. Кеннет Джексон. А что, следы есть, следы есть, следы есть. На, посвети лампой. Ультрафиолет, а я сфотографирую. Давай, давай, давай. Вот тут, на окне. На окне. Хорошо. Все, уходим. Все, что ли? Все есть. Ну, вроде как, да. А, блядь, нам обязательно нужно выжить, чтобы бабки заработать, или я могу отдаться ему? Можешь отдаться. Но тогда ты потеряешь все предметы. И деньги потеряют? Кеннет Джексон, иди нахуй. В смысле, все, да? Мы все потеряем, получается? Если я умру. Ты потеряешь все вещи, которые ты покупал. А-а-а, все, я. У нас есть, у нас есть диктофон, у нас есть отпечатки, и у нас есть температура меньше нуля. Это Мираж. Отмечайте, понимаешь, что это Мираж. Так, все, а где у нас еще один чел? Да, он просто ливнул. А, я понял. Вылетел, видимо. Самый умный чел, который, блядь. И все, теперь можно уезжать, да, получается? Блядь. Вот так вот мы вычислили тень и остались живы. Это охуенно. Это охуенно, ребята, блядь. это слушай его бабки заработал 50 я заработал денег вообще получение опыта 55 значит пацаны спасибо вам большое что помогли разобраться спасибо тебе братишка да ты неразговорчивый как бы но тем не менее заходи на канал знаешь шумур шоу канал шумур шоу знаешь да или нет заходи короче сегодня на канал сегодня видос выпущу короче этот жалко что и не разговариваешь вот любом случае спасибо но все давай удачи тебе в игре пока братан